Добрый день, дорогие зрители! Мы рады видеть вас на очередном заседании КАФ-бюро, сегодняшним гостем которого станет доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель наук Азербайджанской Республики, иностранный член Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук, член Союза Журналистов Азербайджана, историк и публицист Кемран Густанов. Кемран Малим, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что приняли наше приглашение и уделили нам свое драгоценное время. А сейчас, если позволите, я тогда сразу перейду к нашим вопросам, потому что они очень интересны. Я думаю, что у нас будет плодотворная и действительно занимательная дискуссия. Значит, первый вопрос будет заключаться в следующем. Карабахская война завершилась, 44-дневная война завершилась, но противостояние продолжается. И одним из главных вопросов является обсуждение христианского наследия Карабаха. Азербайджанцы говорят, что это албанские церкви, армяне говорят, что это армянские церкви. И вот нам интересно, на ваш взгляд, все же, чьи это церкви? И есть еще один такой вопрос, а куда делись тогда албаны, которые проживали в этом регионе? Вы знаете, этот вопрос, вот сейчас он как бы так был заострен нашими, будем говорить, армянскими партнерами. На самом деле, этот вопрос всегда был в поле зрения азербайджанских ученых. И в 60-х, 70-х годах под руководством профессора Давуда Агайовича Ахундова была написана прекрасная монография «История архитектуры Азербайджана». И очень серия статей, работ, и было подготовлено много учеников в этом направлении. Но, к сожалению, в 15 веков армянские историки строили всю свою историю на фальсификации. Я сейчас не буду говорить о технологии фальсификации, но основоположник армянской историографической фальсификации – Мовсес Харинацей. И, значит, основоположник. У нее была первая технология, которая широко используется сегодня армянскими историками. Это, значит, ссылаться на источники, которых не существует. И вот я вам скажу, что слово и само понятие армянства, оно носит в себе не этническим названием. Это название чисто религиозное. Так в 15 веке назвали людей, которые стали членами нового направления христианства, ну, нафизитной, которая отрицала человеческое начало Иисуса Христа. Правда, в 96 году Папа Павел II и католикоз армянский Кариген I подписали соответствующий документ, и армяне отказались от этой формулировки, то есть, по сути дела, от монофизиции. Но широко, значит, информировали своих, будем говорить, членов своих общин, они это не сделали. Но факт-то соответствует факт. В принципе, это до 19 века, я хочу эти вещи дать определить, чтобы потом было легче нам говорить. До 19 века не было, людей разнили не по этническим параметрам, по религиозным и по месту географического местного проживания. То есть, этнического понятия не было. Людей разнили только по религиозным понятиям. Поэтому в 19 веке, в 18 веке, в конце 18 века, великая французская революция, значит, отцы этой революции, вместо выражения подданной короля, ввели слово «нация». То есть, это то же самое, что и народ, только на латвийском языке. Но это слово содержало в себе два понятия – этнический народ и государство. То есть, поэтому не случайно сегодня, когда говорите «националит» и, допустим, «заграница» и все так далее, они имеют в виду не «этническую», как мы обычно, когда «националист», мы сразу воспринимаем это как по этнической интерпретации этого слова. На самом деле, «заграница», например, везде во всей Европе, везде «националит», и когда о «национальности» говорят, имеют в виду гражданство страны. Поэтому «нация» несла несколько другое понятие. До этого не было понятия «национальности». Поэтому слова «армяне», «армянина» и так далее, вообще никогда не было. И это слово появилось в 15 веке, это первое. Второе. Армяне, то же самое, если взять очень дело, они очень любят фальсифицировать фальсифицированные материалы. Моссельс Харинацы, известная в мировой историографии, как баснописец, фальсификатор, он эту книгу назвал свою «История Хаек». Уже в 18-19 веках армяне эту книгу издали на армянском языке как «История армянского народа», а на русском языке «История вообще Армения». То есть об Армении, это первое, что я хочу сказать, что никогда понятие армянства несет чисто то же самое, что называть католиками, православными, мусульманами, иудеями и так далее. Вот это первое. Сейчас армяне отразделили свое этническое название со своим религиозным направлением. Это первое. И второе, что я хочу сказать, что никогда не было Великой Армении, о которой все пишут. Вот есть замечательные слова Бориса Петровского. Это достаточно известный академик, историк, востоковед. Кстати, у него супруга была армянкой. Он был один из первых академиков, созданного в 1945 году в Армянской академии наук. Он один раз своему коллеге из Армении, Сурен Айвязану, сказал следующую фразу. История всегда оставляет следы. Если вы покажете, что хоть один след в виде какой-то археологического артефакта о существовании Великой Армении по Мавсесу Харинацы, я готов взять свои слова обратно. Такого археологического артефакта не существует, как и не существовала никогда Великая Армения. Это очень, значит, Великая Армения, это была подготовленная западно-католическим союзом проект, направленный на осознание неокрестовых походов. Чем они отличались от первых крестовых походов? Крестовые походы были направлены против исламского и против православного мира. И все они потерпели поражение. Вот тогда, в 15-16 веках, был создан проект неокрестового похода, идея которого заключалась «Зачем мы будем воевать против исламского и православного мира? Пусть они воинут между собой». Вот тогда армянские ходоки, которые ходили, обивали пороги правителей Европы, были перенаправлены в Россию. И у них есть целый цикл писем, которые обращались. Они начали с Петра I, к которому обращались ни больше ни меньше. О, Великий Константин, намекая на то, что он правоприемник Византии, он правоприемник Константинополя, что Константинополь должен быть русским городом. И вот эта смута, которая была посеяна в те годы, она 300 лет, по сути дела, держала противостояние, из них 50 лет горячих противостояний, Османскую империю и Российскую империю. Это первое. Сегодня это успешно реализуется эта идеология неокрестового похода внутри православной, внутри славянского мира, когда все славянские миры, по сути дела, разбросаны по разные стороны баррикады. Православный мир разбросан по разные стороны баррикады. То же самое и в исламском мире. Исламский мир разбросан по разные стороны баррикады. В исламской стране все военные между собой. То есть уничтожение исламы, посредством славянского пространства, посредством славянского пространства, уничтожение православного мира посредством православного мира. И там, где нужно самому активно вмещаться. Сербии побомбить, потому что там справиться было тяжело с президентом Сербии. То же самое было, например, в мусульманском мире, в исламском мире, когда там были такие мощные правители, надо было со ним вмешиваться. Это Ирак, это Ливия и так далее. Еще тем более там лаковые куски, которые можно было забрать под себя и то, что делается сегодня в Ливии, Силе и в Ираке. Так что вот это имеется, вот эта идеология армянские структуры всегда использовали для реализации своих идей. И я вам просто еще раз отмечу, что вот эти хайские легионеры служили в первом крестовом походе против исламского мира, против Османской империи, которая приходила, но она еще не была создана, но она уже приходила на смену разворившегося арабского халифата. То есть я хочу сказать, что армян на Южном Кавказе никогда не было. Оставим в стороне сейчас пока храмы очень важным фактором, который веками неизменяющим является ритуальные обряды и ритуалы. Вот они настолько устойчивы, что они веками практически не изменяются. Вот посмотрите, азербайджанцы, как хоронили азербайджанцы, допустим, несколько веков тому назад, что при коммунистах, что до коммунистов, после коммунистов. То есть традиция практически не поменялась. Все осталось прежним. И поэтому эти ритуальные обряды, они оставались, они были неизменными, они находили свое отражение. И вот если взять, например, Южный Кавказ, взять мусульманский мир и так далее, на Южном Кавказе, исключая, допустим, сейчас грузинские, они стабильные на своем, ну, варяли свое обитание, то взять другой остальной мир, взять, то у нас есть там хачдаши, азербайджанские, мусульманские вот эти камни на могилах. У нас есть, у нас есть, там есть хачкары и есть хачдаши. Хачдаши есть. Так вот, я вам скажу, это албанские, я имею ввиду, хачдаши. Они сильно разнятся. Армянские хачкары, это был крест. Албанские хачдаши, они очень интересные были. Они несли себе свое прошлое, да, в своих, значит, несли прошлое, значит, дохристианское, это суть. И несли себе вот эти камни, например, может быть, существует надгробная плита Гасана Джалала, который, значит, есть так символически, есть его в Ганзасарском, значит, в Ганзасарской, значит, монастыре, есть надгробная плита Гасана Джалала, правитель, который построил этот Ганзасарский монастырь для албанского народа. И они сильно, все эти разнятся. Вот до 19 века, я говорил о Средней истории, нет ни одного погоста, кладбища с массовым захоронением армян, соответствующими вытянутыми надгробными армянами, которые, они говорят, хачкары и так далее. Нет этого. Их нет. Отдельные, отдельные захоронения, вне мусульманских кладбищ армян есть, вне, это в основном те армяне, которые индивидуально в порядке, как я говорю обычно, в виде современных, будем говорить, в виде современных трудовых мигрантов, которые приезжали, работали, так далее. Массовые, массовые захоронения, они нашли свое отражение в 19 веке уже, после массового переселения армян из Пельсии, из Турции и так далее. И вот когда в 1936 году царь Николай I решил передать Эчмиацинской церкви всю эту Албамскую церковь, вот тогда они получили вот такое, ну, какой-то карт-блаш при всю историю Эчмиацинской церкви, которая, ну, начиная, будем говорить, с 4 века до 19 века, вот эта вся история моментально попала в руки армянской церкви, которая активно в течение 200 лет фальсифицировала всю эту историю под себя. Но они сильно разнятся, армянская церковь и их архитектурное, будем говорить, отображение и, значит, албанское. Во-первых, исторически албанцы отказались служить по Григорианской монофизитной конфессии. Это разнился язык службы, сама конфессия, она, принципиально, отличалась от албанской церкви, они отказались. Архитектурный факт, архитектурный факт очень сложный, там много я не хочу говорить, но албанская церковь значительно отличается от армянской церкви. Например, возьмите построение самой церкви в активном классе, высота входного проема, допустим, или, допустим, резкое отличие высоты и воспитательной части. Очень много, я не хочу сейчас нагружать терминологии, они принципиально архитектурная конструкция албанской церкви отличается от армянской. Здесь большого ума, как говорится, не надо. А теологический фактор – это различные конфессии, потому что, если взять, а не символы христианства, духовные, главные католикозы и так далее. Например, имеется полный список албанских католикозов 435 года, начиная с Верова, Аббаса, Захарии и последним Сергеем Гадзасараско, институтом митрополита. На это армяне, естественно, не могут претендовать. Лингвистическое, албанский алфавит, который появился ранее армянского алфавита и на основе древнегаргарско-лудийских языков, он совершенно, это письменно разнится, и поэтому соответствующие документации, документации, бумаги и все так далее, которые присущи албанской церкви, они разнятся от армянской церкви. Есть еще очень важный геолого, будем сказать, геолого-петрографический фактор. Это очень посвящено огромное количество работ. В чем отличается? Все албанские церкви были построены из травертина, из уникального нищеского месторождения, не имеющего аналога на Кавказе. То есть невозможно его приделать. А вот если вы возьмете, что различные ментализационные надписи, новые надписи на армянском языке и так далее, они выполнены из плотного известняка, называется, так его называют, каменная плита из только кристаллического плотного известняка, который находится на месторождении только на горном каравате. Нигде этого места нет. И армяне это используют. То есть сегодня ничего не стоит. Прийти, посмотреть, взять пробу из современных средств, позволять элементарно определить, откуда взят материалы этой плиты и в каком году это сделать. То есть это очень элементарно можно это все разнить. И потом, посмотрите, наши уникальные вот эти церкви первого века, Ницш, Киевши и так далее, и так далее. Все эти вещи, мы когда берем, у нас огромное количество, огромное наследие. У нас есть в институте, в комитете по религии полные инвентарные номера всех всего этого. В чем проблема? В чем проблема заключалась в том, что азербайджанцы, в отличие от армян, никогда не интересовались своей историей. И в советский период, когда началась создаваться какая-то, будем говорить, теориография, азербайджанские историки находились под плотным огнем, давлением коммунистической идеологии, которым не позволяли что-то писать, которое было бы направлено на какое-то происхождение, формирование азербайджанского народа, историю азербайджанского народа, историю азербайджанской государственности. Азербайджанский народ формировался на огромном пространстве, где на юге были в начале формирования ираноязычные языки, на северно-северо-кавказские языки. А во времени все это формировалось с увеличением удельной составляющей, тульской составляющей, где в X-XI веке она полностью подавляюще доминировала, и поэтому этот язык стал языком межплеменного, межэтнического общения на огромном пространстве. Азербайджанцы, вы понимаете, вот в отличие от... У нас очень часто говорят, а где был Азербайджан? Нет Азербайджана. Вообще было принято, не знаю каким образом, вложилось таким образом, что, значит, восточные страны назывались по именам или по кланам правителей. Слово Китай, китайское государство, появилось в 1912 году. Если не было слова Китай, это не значит, что Китая и китайцев не было. Только в 1912 году царство Мин и так далее, то же самое в Азербайджане, Антропотены, Миди, Манны, Севериты. Большое количество можно перечислить, азербайджанские государства, к сожалению, азербайджанские историки до сих пор не подготовили хронологию азербайджанских государств с перечислением и географией всей азербайджанской государственности за этот огромный период. Вы понимаете, вот это важно. И поэтому, когда вы молчите, не говорите, естественно, кто-то это все присваивает. И таким образом мы начали заниматься, по сути дела, мы опомнились и стали этим делом заниматься последние 30 лет. То есть, начиная где-то с 88-89 года, армянский, как называется, бессмысленный бунт разбудил азербайджанский народ. Он стал возвращаться к своим корням, он стал понимать, изучать, кто и что. Мы стали осознавать свою историческую значимость в мировой цивилизации. Мы этого не знали, мы на это не обращали внимания. Вы понимаете, самое страшное, когда избыток всего создает соответствующее к нему отношение, пренебрежительное отношение. У нас был избыток ученых, избыток поэтов, избыток природных рисунков, избыток всего было. Мы как бы относились, да ладно, да ладно, да ладно. Мы нация, которая формировалась, генетически формировалась в условиях четырех цивилизаций, зароастризов, иудейства, христианства, ислам. Посмотрите, я несколько лет тому назад поднял вопрос о том, что, допустим, хаи были, допустим, на секунду, что они в третьем веке приняли христианство. Сейчас они уже на первый век приняли. Это другой вопрос, если вы зададите вопрос, если напомните, я вам скажу, о чем идет речь. А что было до христианства у этого хайского народа? Так вы знаете, что они начали сейчас делать? Пошли статьи о том, что, оказывается, армяне до, как вы понимаете, христианство были зароастризов. Но поскольку они были на этой территории, отвергать, что на этой территории не было зароастризма нельзя. Тогда что надо сделать? Значит, мы должны стать зароастризмом. И они стали сейчас зароастризмом. В этом году впервые в Ереване стали продавать семена пшеницы, семени. Значит, появилась армянская пахлава, армянская шакарбура, армянская шоргогалет, наподобие армянского долмы, армянского бастурмы, армянского лаваша, армянского бозбаша и так далее. Армянского дудука, если хотите, что угодно, армянского тара и так далее. И вот сейчас они стали претендовать на зароастризм. Они даже питаются. Зарь души, которые имеют те корни, которые вы назвали азербайджанскими сегодня. Есть хорошая статья об этом, о заре души. Недавно скончался у нашего ученого, физика, академика, фигиза Гаджара. Об этом статья была. О его национальных, в рамках современного понимания, его национальных происхождений. Как они уже, или зарь душ на заур и так далее, начинают искать какие-то звучания в армянском языке. Сейчас выяснится, что если ноль был армянином, почему зарь души не стать армянином? Вы понимаете, вот эта фальсификация, которая ведется веками, она нашла отражение в современном состоянии, обратите внимание, поисковики. Вы откроете любой поисковик, полная фальсифицированная информация. Вот если что взять, если российско-персидскую войну интерпретируется как завершение присоединения восточной Армении и северного Азербайджана. Не 10 ханств Азербайджана присоединили восточную армию. Оказывается, Пахинская, Талышская, Кубинская, Чехинская, Генжинская и так далее. Ханства, оказывается, были восточной армией. Понимаете, обыватель-то не очень-то... Ну, мы, например, я вам скажу, вот мне что говорит наш мой коллега, россиянин. Он говорит, президент ваш называл название сел, которые были освобождены в том районе и в этом районе. И я, говорит, поразился, я искал поисковых, как эти районы, и все оказались агнатскими. Вот понимаете, вот это огромная работа, которую мы должны сделать. Мы не делаем, это надо делать. Поэтому сейчас вот надо, я думаю, что вот ЮНЕСКО, которое приезжает к нашим представителям ЮНЕСКО, им надо в первую очередь пойти, поехать, посмотреть наши христианские храмы в Азербайджане, которые были вне оккупации. Поехать в храм первого века, поехать в Габару, Тертиш поехать, Ниш поехать, поехать посмотреть российские, русские храмы, армянскую церковь пойти посмотреть, в каком состоянии все они находятся и так далее. И оценить то. До 91-го года в Советском Союзе все храмы нельзя было получить финансирование на реставрацию храмов. Храмы разрушались и в 30-е годы, и в 20-е годы усиленно. Несколько уже были основные такие храмы и мусульманские, и христианские были уничтожены. А те, что остались, были использованы хозяйцами, нужны в виде складов или каких-то мастерских и так далее. А после 91-го года все вот это, то, что было на горбах, они были оккупированы. И они там переделывали, вот я вам говорю, что просто элементарно, что там все вот эти перебитые, все вот эти каменные вставки, они не могли бы сделать из Минического месторожения, они там не могли взять. Они были сделаны из обычного, значит, распространенного на горном Карабахе, такого, плотного известняка. И вот я имею эту информацию, то есть это все можно сделать. И поэтому спрашиваются, а почему они сейчас этого опять? Во-первых, они хотят показать, что албанская церковь – это их достояние. И второе, значит, самая главная цель армян – это преподнести, значит, как бы вести заблуждение международной общественности. Международная общественность, дескать, мы не претендуем на какие-то территории. То есть вот эти армянские притязания заменить противостоянием христианского и исламского мира. Вот какая у них цель стоит. Они просто не понимают, и мир не знает, что азербайджанцы именно генетически являются частью христианского мира. Поэтому в Азербайджане было вот такое толерантное, уважительное отношение ко всем народам, безотносительно их религиозной, национальной принадлежности. Мы всегда относились, у нас уникальный город был – Баку, в котором евреи никогда не хотели покидать, потому что это единственный город, где был режим наибольшего благоприятия всем, безотносительно национальной принадлежности. Те же самые армяне и в 18-м году, и в 18-м году, они пользовались режимами лучшие, жили в лучших местах в Баку и везде. В Гоногором Карабахе ни одна газета не выходила на азербайджанский, выходила только на русском, на армянский язык. Армяне обучались и на своем языке школы и так далее, все присутствуют. То есть не было никаких претендентов, позволяющих армянскому народу в соответствии с Венецианской конференцией искать какое-то самопределение. Поскольку в азербайджанский народ и азербайджанские государства никогда ни к одному народу не относилось предвзято с целью и уничтожением. Посмотрите, у нас в Азербайджане островки Баку, Балаханах, Романах, вы можете обнаружить так. Азербайджанские государства, талыши, лезгины, аварцы, бездержали, курды, никаких антиэтнических действий со стороны государства или других структур никогда не было. И поэтому они смогли веками прожить, сохранить свои традиции, обычаи, язык и так далее. Горские евреи водители. Нигде этого не было. Только в Азербайджане был такой режим наибольшей благоприятствии. Но беда в чем заключается? Режим наибольшей благоприятствии был в Персии. Но это было, честно говоря, азербайджан, но называют ее Персией. Но когда пошла Россия войной на Персию, армяне создали вооруженные формирования и помогали русским. Это вот граждане Персии помогали своим врагам. Вот, например, при взятии Еревана, католикоз, не изменяясь, епископ, тиблийский, 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 епископ Базгерк, организовал вооруженные формирования, которые помогали русскими войскам взять Ереван, которые потом переименовали Ереван, потом Ереван и так далее. Понимаете? Спасибо большое за столь, скажем так, развернутый ответ. Вот если можно завершать вопрос. Там последняя часть вопроса была в том, какова судьба... У нас... Да-да-да-да-да-да-да-да. У нас... Удины есть у нас. У нас есть удинская православная община. Она сегодня... И вот эти церкви, которые я упомянул, в первом веке, они существуют. Они работают. Их посещает очень много иностранных гостей, посещают и так далее. Но их осталось очень мало. Они как бы... Вы понимаете? А было огромное количество... Я же вам говорю. Российский, азербайджанский народ продвижировался на огромном пространстве. Это были... Значит, азербайджанский народ... Это какой-то вот такой букет, составленный из... Каждый цвет... Цветок, который имеет свою специфическую особенность. Свою благоухание. Свою культуру. Свой цвет и так далее. Все они, естественно, во время сопрягались и происходило это единение, формирование какого-то однорода. Как во всем мире. А Моудины сегодня в Азербайджане есть. Их мало. До 10 тысяч, но они есть. И сегодня у них есть своя община. Роберт Мобили, руководитель общины. Они общаются с нашими. И у нас сделана, проделана государством огромная работа по восстановлению, по реставрированию этих храмов. Вот эти 30 лет. Сейчас у нас стоит огромная задача. Вот эти храмы, которые оказались под оккупацией, их привести в то первоначальное состояние. Вот этого армяне именно боятся, что будет сорвана маска армянизированности албанских храмов. И он будет предан первоначальными и Газасанскому собору, который, значит, о нем, который писал и армянский ученый, академик, президент академии Арбель. То есть у нас все имеются материалы, фотографии и так далее, которые первоначальный облик всех этих храмов мы можем восстановить. Спасибо большое. Тогда сейчас мы перейдем к второму вопросу. Вот второй вопрос тоже очень интересный. Он тоже уходит глубоко в историю. И опять же, очень много вопросов. Армянская страна очень часто любит говорить о независимых меликах Карабах. Вот вопрос такой. Кто такие были эти мелики? Какая вообще их роль была в социально-культурной жизни Карабаха? Как вы думаете? Значит, мелики... Во-первых, мелики – это арабское слово «малики». Потом оно вошло в азербайджанский язык, азербайджанский язык, азербайджанский, 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 принадлежатель. Слово «мелики». То есть это владелец, владетель. То есть людей, которые феодальное владение, называли меликиство. Мелики, мелики. Да, меликиство это было. И вот эти владельцы, вот эти феодальные владения, хозяева этих феодальных владений называли меликами. Значит, этот институт меликов был и ранее. Но реальное то, что армяне говорят, он получил в 1736 году. Я вам скажу, значит, в 1736 году на Дыршах решил провести коронацию, провести коронацию в таком местечке, значит, так называемом местечке Сугорушан. Это не тот Сугорушан, который в Гарабахе, а это, значит, то, что мы сейчас называем Сабирабадом. Раньше он назывался Сугорушан. И вот в этом Сугорушане он решил собрать всех правителей, всех, значит, областей и так далее, провести коронацию. Выступил против этой коронации. Выступил Гянджинский хан, Зиад Хан Каджарского, род Зиада Каджарского был таким влиятельным в этой регионе и так далее. Они выступили категорически против, потому что они считали, что правителями государства, наследия престола, могут быть только представители династии Семенитов. Но Андрей Шах, узнав об этом, он сам против него ничего не мог сделать, но он решил вычленить это Большого Гянджинского беглеоберства. Это было огромное пространство. Вычленил область Ках, это Казах вообще, точнее, да. Сомхет, это Борчулу, Борчулу, как называют они. А также ту Гарабахскую зону, которую мы называем Гарабахом, его вычленить и разделить на пять мелькстов. Дизак, Варанда, Хачен, Джабраил и Талыш. Которых, значит, пять мелькстов учреждал Надыр Шах. Это вот, чтобы вы это знали, да, это первое. Вот оттуда армяне на это ссылаются. Но я сразу скажу, ни одного мелика, вот этого из пяти, не были армянами. Гюлистан, Талыш, это то, что сегодняшний современный Гарабольский район. Согласно, значит, автору работы истории Гарабаха, Гарабах-Набиады, значит, предки, значит, вот мелика вот этого Талыша Гюлистана, мелика Юсупа, были выходцами из Ширвана. Хотя, например, армянский писатель Рафи известный, он считает, что они были уделены переселенцами из села Нич. Ну, трудно сейчас сказать, был ли мелика Юсуп выходцем из Ширваны, или он был уделен из Ницше. Но история об этом ничего не говорит. Но в Асяксуше не были они одни. Это факт. Второе. Это Джабраил, это бассейн реки Тарта. Тот же самый, значит, и Адгазальбек, и Рафи, считают, что этот род прибыл в Гарабах из Зангизура. И первый правитель был, мелик был Аллахулу. Аллахулу из Зангизуры, где доминировала турская составляющая. То есть она не была. Хача. Это самое большое, значит, одно из меликистов. Оно, значит, оно доходило на западе до озера Гюча и так далее. Это большая зона. И там входил в него также монастырь Ганзасар. И территория, кстати, Ханьянби тоже входила. Вот это хачинское. Но Хачину правили потомки Гасан-Джалала. Вот смотрите, вот Гасан-Джалал. То, что Гасан-Джалал не был обменен в факт, хотя Альмяри сейчас пытаются. Каким образом? Что вот на ухо обывателя положительного действия они пишут Гасан-Джалалян. Или по фамилии пишут Гасан-Джалал, его отца звали Бахтан. И, значит, его звали Бахтанян. Но это не выдерживает критики, потому что фамилия Яну армян появилась в 19 веке, когда в Турции было решено провести первую перепись населения. И тогда султан обязал всех иметь свою фамилию. Вот армяне тогда взяли впервые фамилии Ян. Откуда они взяли? Из Армении, в Иране наиболее такая, будет говорить, почтенная была, были люди из рода Яни, то есть арийцы. И у них была фамилия заканчивается на Яни, Хорпиани, Яни. И они взяли вот это слово Ян, окончание Ян, и сделали вот эту фамилию Ян. Вот так появилась армянская фамилия Хачанян и так далее. И я вам скажу, они этот фактор использовали в 30-х годах 20-го века, когда пропагандировали гитлеровским идеологам, что армяне являются арийцами, частью того, на что претендует гитлер. Кстати, это сработало, как говорят, как писала об этом фашистская газета армян России Эль Храмас. Это сработало, но сейчас не об этом. То есть Гасан Джалал никогда не был, и возьмите на его надгробную плиту, она ничего не имеет общего с армянским ритуалом Хачкара. То есть тоже не было. Теперь возьмем последнее, четвертое, извиняюсь, это Варанда. Варанда занимала небольшую территорию в Атхаче. Изначально, значит, которое было частью Меликства Дизак. Оно было частью, это когда-то. И туда входило, значит, в ходе современных штатей Шуша. Ну вот Варанда правил, значит, его назначили Мелико Шахназарли. Понимаете? Мелико Шахназарли. И вот уверяют, что Мелико Шахназарли, сейчас я поищу, у меня где-то есть, вот это тот самый Мелико Шахназарли, о котором говорит Карин Шахназар, что это его предки. Но Мелико Шахназарли никогда не был армянием. Мелико Шахназарли, отец был турком, мать была Удинькой. И Худададбей, последний правитель вот этой Варанды, Худададбей, тоже был турком, никогда не был армянием. Позже уже, в 19 веке, после 1822 года, когда это все, вот эти серебряные территории были ликвидированы, они, вот эти потомки Шахназарли, их называли обормянущимися албанцами и турскими. Поэтому не случайно Карин Шахназаров говорит о своих каких-то предках. Но он, правда, говорит, их князьями называет. Кто им дал такое, значит, как бы титул князя. Это я вам, если вам будет интересно, запишите себе, задайте вопрос, я вам объясню вообще, откуда появилось это понятие, как его, понятие князя. И, наконец, Дизакское район, Дизакское вот Мерикство, это к югу от Варанды, да, вот это, и вот правили, значит, род Мерик-Яганова, и часть Мерикосланова. И, кстати, Мерик-Яганов был выходцем из Лори. Он был албанцем из Лори. Это, ну, это вы знаете, сейчас об этом не буду говорить. Так вот, он никогда, и они сегодня, Мерикослановы, один из наших известных дирижеров, который живет, работает сейчас в Турции, это большое семейство, это один из них, Мерик, тот же самый Мерикосланов, был один из министров, по-моему, транспорта, министром транспорта был в Азербайджанской демократической республике. Никакого армян, к армянам они не имели никогда. То есть я хочу сказать, что, я хочу сказать, что все вот эти измышления, что эти, потом, они потом пишут, начинают какие-то фамилии писать, имена писать, они не выдерживают книги, и критики, потому что исторически все это доказано, передоказано, что эти пять Америков к армянам никакого отношения не имели. Я понял, спасибо еще раз. И вот вы уже упомянули про Зангизур, и вопрос такой. Во-первых, очень много вопросов по поводу Зангизура, потому что Зангизур является одной из территорий, через которую будет проходить, скажем так, коридор, так называемый Зангизурский коридор, который позволит инициировать и начать полноценную интеграцию экономического региона после войны. Но мы не будем говорить про историю, вот про историческую принадлежность Зангизуру. Вы не могли бы немного рассказать об истории Зангизура, если бы возможно? Это очень древняя область. Она была населена в основном турскими племенами. Его по-разному называли Сисикан, Сюник, Зангизур. Например, Мар, великий историк, советский историк в 30-е годы, который считал, что формирование вот этого региона сыграло огромное влияние. Это первоначально турские племена Сакхов. Кстати, это Тесаки, которые формировали Арсах. Арсах, это правильное название Арсах. Сакх, это название племени, Арх, это на турском языке человек. Арсах. Не Арсах, как, чтобы благослуженно было для армянского уха назвали Арсах. А на самом деле Арсах, Арх. Кстати, армяне тоже слово армяне, означает, что это на турское слово Армен, Туркмен. Арх, это человек, мужчина тогда. Я не об этом. Это первое. Оно было полностью заселено, 99% там населения жили только, будем говорить, в современной терминологии азербайджанцы. То есть, значит, сопряженные с турскими племенами другие племена, которые жили в этом регионе. Это первое. И, значит, если взять более до последнего, как говорится, до 19-го, до начала 20-го века, 99% населения из Агизуры это были азербайджанцы, турки. И только в 19-м веке стало потихоньку, вот в результате переселения, такое мягкое, значит, такое вдавливание армянского населения. Но они составляли не более 10%. Вот только в начале 20-го века, точнее, 18-20-е годы, Андроник и Ниц, создавшие военные мощные подразделения, они провели страшное этническое число. 190 сел азербайджанских были уничтожены, более 50 тысяч азербайджанцев погибли. И вот американский историк армянского пространства Аванесян, что благодаря действиям Андроника и Ниц же Сангизур мы смогли Сангизура превратить в армянскую землю. И, кстати, за эти заслуги, так называемые заслуги, если это человеческие фашистские заслуги называть заслугами, армяне считают это заслугой перед армянским народом Ниц же объявили героем армянского народа. Кстати, из-за его этих заслуг к нему присмотрелись правители гитлеровской Германии, его привлекли для своих вот таких человеконеналлической деятельности соответствующих структур фашистской Германии, за что он потом был осужден. И сегодня армянская идеология, фашистовщая идеология, которая была возведена на уровень государственной политики, на уровень государственной политики, я хочу особенно подчеркнуть, не кто-то где-то говорит против кого-то, а когда президент Качарян говорит на встрече со студентами о нефтичной несовместимости армян-азербайджанцев, когда президент Саркисян говорит, что до хаджалов азербайджанцы думали, мы не сможем тронуть мирное население. И вот поэтому то, что произошло в Зангизури, это страшная трагедия азербайджанского народа. И я вам скажу, в декабре месяц, когда армяне, когда большевистская Россия присоединяла Армению к российской, коммунистической России, создавала армянскую Советскую Республику. И вот газеты писали цинично, что проявляя добрую волю, азербайджанское правительство добровольно передало Зангизу Армению. Основная цель была вычленить дорогу между Турцией и всем туркоязычным пространством, которые располагались на территории Советского Союза. Знаете, туркоязычные народы жили только на территории Советского Союза. Только они, турки, жили вне Советского Союза. Поэтому, чтобы отсутствовала какая-то прямая связь, дорожная связь между вот этим туркоязычным пространством в Советском Мусичном России и Турцией, вот это Зангизу с любыми средствами надо было вычленить и передать Армению. Кстати, оттуда началось катастрофическое вычленение урезания азербайджанской территории. Я вам пример поведу. Вот это очень важный фактор. Армяне же никогда не говорят о своем первом так называемом Азербайджанской республике. У них же никогда на нее не ссылаются, вот такого республики. Азербайджанская демократическая республика, когда подала в 19-м году документы на Парижскую конференцию на утверждение признания ее де юри, а де-факто ее признали, территория Азербайджан составляла 114 тысяч квадратных километров. Когда мы подавали уже после развала Советского Союза Азербайджанскую республику для принятия в организацию объемных наций, территорию составлял 86,6 тысяч километров. За советский период наша территория уменьшилась на более 27 тысяч квадратных километров. Куда они делятся? Они перешли на сторону, как говорится, Армении, переданной Армении. Причем это параллельно сопровождалось выселением азербайджанского населения из Армении и увеличением удельной составляющей армянской составляющей в Азербайджане, а также их обеспечения и их соответствующих структур. КГБ, прокуратура, МВД и так далее, и так далее, министерство, ЦК и так далее сидели везде армяне. Самые такие торговые системы, финансовые структуры, так называемые цеховики и так далее, основная структура населения района были армяне. Понимаете? Это совершенно была другая политика. Поэтому Зангизур это огромнейшая боль азербайджанского народа. Понимаете? Мы сейчас не претендуем, мы не говорим, но мы вернемся, сказал президент. Не на танков, мы придем туда с экономикой, с официальными зналами. Почему армяне против поступали? Даже не прекрасно понимают, что они могут превратиться в такой мощный хаб на пересечении огромного транспортного пути. Они говорят так называемые коридорные логики и так далее, и так далее. Понимаете? У нас некоторые там политики что-то говорят о том, что мы поменяем, закроем и так далее. Я имею в виду Ласчинский коридор, неравносильные понятия. Девятый пункт есть и должны они выполнять. И вот недавно переговоры Эрдоган, когда после Шушинской декларации подписание сказал, что он поговорит по этому вопросу с президентом России. Об этом говорил и, видимо, состоялась эта беседа. по информации мы получили, что состоялась беседа президента Эрдогана с президентом Путиным, президента Азербайджана и Гамалиева с президентом Путиным. Потом состоялась беседа президента Путина с Пашиняном, которым четко и ясно было дано, что надо исполнять трехсторонние соглашения. То есть речь идет о транспортном сообщении. И я думаю, что оно, транспортное сообщение состоится, оно будет. И никуда армянская сторона от трехсторонних соглашений никуда не денется. Если можно, мы перейдем к последнему вопросу. Вы уже его частично затронули. Это вопрос. Азербайджан, как вы отметили правильно, считает себя правоприемницей Азербайджанской Демократической Республики. Но в то же время Армения считает себя правоприемницей армянской. Вот почему они не считают себя правоприемником Первой Армянской Республики? Какие тогда проблемы возникают для Армении? То есть если она будет признавать именно Первую Армянскую Республику, они как приемницы... Я вас скажу как. У армян вообще ничего нет, чтобы что-то взять за основу. Правоприемником ни Первой, ни Второй Республики она не может быть, поскольку ни Азербайджанская Советско-Социалистическая Республика, ни Армянская Советско-Социалистическая Республика, не были субъектом международной структуры, системы. То есть она нигде не была зарегистрирована как свободное государство. Субъектами были Советский Союз, Белоруссия, Украина, которые являются членами организации объемов нации. Азербайджанская Демократическая Республика де-факто была признана в Парижской конференции. С территориями и все и так далее. Вот посмотрите, 28 мая 2018 года Азербайджанский Национальный Совет принимает решение о создании Азербайджанской Демократической Республики с указанием всех территорий. Есть Польская губерния, Бакинская губерния, и так далее. Четко все это расписано. В этом документе все есть. Какое решение принимает Национальный Совет Армян? Оно принимает решение о создании армянского государства на территории с подавляющим большинством проживания армян. Нету такой территории. Может быть, было село армянское село, где армян было больше. Но по селам же собирать государство уже, если не государство. Село здесь, село там, все вот здесь, село там. Так же невозможно собрать. Поэтому не было сформулировано никакая-то географическая ареал какой-то армянской республики. Посмотрите, восемь названий армянской республики существует. Восемь. У нас разработает демократическая республика. У них восемь. У них даже есть Горно-Араратская республика. У них есть Ереванская республика. Какая же республика у них взять за основу? Да, парижскую конференцию что-то предстоит. Но не было. По настоянию Запада отцы Азербайджанской демократической республики были вынуждены, для того, чтобы де-факто нас признали, вынуждены урезать Ереванский уезд, Ереванский только уезд, передать армянской стороне для создания армянского государства, при условии, что они откажутся от всяких притязаний на азербайджанские территории. Причем на территории, где подавляющее большинство живут азербайджанцы. Но они, конечно, прекрасно знаете, ничего свои эти слова, как всегда, не выполнены. Поэтому армян, то есть армяне не могут сделать ссылку на первое государство, поэтому они делают то, что есть. Но оно не имеет никакой юридической основы армянской советской социалистической республики. Они пишут, что Нагорный Карабах было, не однагорный Карабах был в составе польской области и входил в документы, представленные де-факто, которые были признаны англичане, назначали, допустим, англичане, когда приходили, назначали генерала-губернатора туда, и генерал-губернатор был однозначно азербайджанец в Карабах. Вы понимаете, да, они понимаете, мы не были готовы, азербайджанцы, к сожалению, всегда не были готовы к военным действиям. Впервые, впервые, за более чем 200 лет в 44-дневной войне Азербайджан вернул, вернул свои территории. Никогда в истории Азербайджана, если вы оглянете на ближайшие более чем 200 лет, вы это не найдете. Мы шли только с потерями. Впервые мы вернули. Это огромный исторический факт. Вы понимаете? Но армяне это тоже прекрасно понимают, но они вынуждены армяне. Сегодня они сейчас уже начинают говорить другую вещь, что, мол, мы признаем территориальную целостность армян, армяне, но это не исключает понятие самоопределения. Чушь, конечно. Самоопределение государства, государства внутри другого государства, которое не имеет границы с третьим государством. Это только может быть, если мы хотим это, так вот, как Италия согласилась на Ватикан. Там вы в Риме гуляете, вы можете попасть в Ватикан и выйти и не заметить. Но Горобахи мы это не позволим. Раз мы не позволим, значит, это и невозможно сделать. Будет ли статус внутри культурной или автономии, там какая-то культурная автономия, предмет разговора и так далее. Вся трагедия. Знаете, в чем это получалось? Армян заставляли совершать нечеловеческие действия, чтобы сжечь мосты. И они уверены, что не может азербайджанский народ простить нам то зло, которое мы совершали в течение 30 лет по отношению к азербайджанскому народу. Уничтожали их города, превращали в руины их культурные ценности. ЮНЕСКО говорит, А где в ЮНЕСКО международной организации были 30 лет, когда сотни тысяч азербайджанцев стали беженцами на своей земле? Когда уничтожались музеи, школы, огромное количество различных культурных пластов в азербайджанской культуре Гарабаха? Почему ЮНЕСКО тогда не вопило на всю весь мир о том, что уничтожаются ценности какие-то? Поэтому я думаю, что и там мы сможем объяснить, где правда, а где неправда. Спасибо большое, Кемран Меллим. Я думаю, что не буду больше вас задерживать, на этом мы завершим, но обязательно мы еще вернемся и будем рады видеть вас в наших эфирах, потому что с вами очень интересно беседовать. История это очень важная наука, которая позволяет, скажем так, ориентируясь на прошлое, определять будущее, потому что если не учитывать ошибок, которые были в прошлом, то мы, к сожалению, не сможем построить хорошее будущее, которое обеспечит безопасность и мирное существование для всех. А для наших зрителей я напоминаю, что... Одну сумму хочу добавить, одну сумму. Да, конечно, конечно. Я как-то написал статью, она называлась так, все народы строят будущее, а имя не стоит свое прошлое. Вы понимаете, у них вот эта жажда, болезнь на каком-то придуманном мифическом прошлом стать великим в будущем. Так не бывает. За все, понимаете, вот даже мифическое прошлое, оно, понимаете, обрастает совершенно другими, все люди совершенно другими категориями сегодня мысли. Очень много есть важных вопросов, которые, естественно, в одной беседе было трудно охватить. Это культурные ценности, это очень много вопросов, это вопросы, значит, почему не Зами, не персидский писатель и так далее, и так далее. Очень много этих вопросов, которые армяне очень активно участвуют и делают это все, как бы увести мировую общественность, ввести заблуждение мировой общественности. Поэтому в этом плане мы должны сделать огромную работу, все, любыми средствами мы должны доносить правду российской общественности, мировой общественности. Я думаю, что процесс идет и он будет положительным. Да, Кемран, вы совершенно правы, историю нужно изучать, нужно изучать свои старые ошибки и учиться на них, но ни в коем случае нельзя зацикливаться на прошлом, особенно на, скажем так, негативных моментах, потому что люди меняются, общество меняется, цивилизации меняются и в будущем необходимо уметь договариваться, находить диалог и жить мирно. Для наших зрителей я напоминаю, что сегодняшним гостем нашего эфира заседания КАФ-бюро стал доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель наук Азербайджанской республики, иностранный член Российской академии архитектуры и строительных наук, член союза журналистов Азербайджана, историк и публицист Кемран Рустамов. Кемран, Алим, еще раз спасибо большое. Спасибо большое. Будем рады вам всегда для зрителей. Подписывайтесь на наш канал и следите за новыми обновлениями. Спасибо всем. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин